Дарья Сударева Династика и общение. Ульяновских пенсионеров приглашают на бесплатные занятия физкультурой. В клинической больнице открылось онкоотделение. Ульяновские автобусы успешно колесят по городам России. Ульяновскую область с рабочим визитом вновь посетил первый заместитель председателя Комитета Госдумы Федерального собрания по промышленности Владимир Гутенев. Уже во второй раз первый вице-президент Союза машиностроителей России из аэропорта прямиком направляется в Ульяновский технический вуз. Высокий гость прогулялся по новым кафедрам и лабораториям университета и вновь пообщался со студентами, сняв галстук. Депутат попросил не стесняться и спрашивать обо всем. Ринат Алиулова подробнее. Цитировал Наполеона, ждал искренности и экспромта. Первый зампредседатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию, предпринимательству и по совместительству первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев вновь пообщался со студентами политеха. Это вторая по счету встреча именно в стенах университета. Для меня критически важно, с какими проблемами сталкиваются технические вузы, с какими проблемами сталкивается студенчество, насколько успешно было внедрение в нашей стране баллонской системы. Первый вице-президент Союзмаша Россия открыто признается, что был противником разделения высшей школы на бакалавриат и мегастратуру. Однако возвращение к старой системе имеет еще большие риски. Два переезда хуже одного пожара. И поэтому сейчас адаптационные процессы, на мой взгляд, практически завершились, что в общем-то и демонстрируют успешные вузы. А ульяновские университеты, что государственные, что технические, находятся не только на высоких позициях рейтинга, но самое главное, имеют очень крепкую базу. Один из первых опросов, прозвучавших на встрече, касался темпа развития машиностроения ульяновской области. Студентов интересовало то, на каком месте стоит наш регион среди других субъектов страны. Отрадно, что в этом году мы обошли по росту промпроизводства такие мощные промышленные регионы, как Татарстан, Башкирия, Самара, Пермь. Во многом это базируется не только на грамотной работе команды Сергея Ивановича Морозова, но и на том фундаменте кадровом, который формируют наши ульяновские университеты. Еще один пласт вопросов касался заработной платы. По мнению Кутенева, специалистов должно быть меньше, а оплата труда кратно выше. К сожалению, мы пока еще не можем обеспечить тот уровень зарплат, который соответствовал бы сложности подготовки. Но сейчас в целом ряде регионов, и в Ульяновской области в том числе, в тех регионах, которые динамично развиваются, существует достаточно острая конкуренция за хороших специалистов. И я уверен, что эта конкуренция будет стимулировать рост зарплат. Некоторые, воспользовавшись случаем, спросили мнение высокого гостя об академической свободе. В ходе беседы также речь заходила о необходимости получения второго высшего, клиповым мышлением современной молодежи и даже материнстве. Я поинтересовалась у Владимира Владимировича, что он думает по счету ситуации, что в стране происходит, и страну происходит утечка мозгов. Утечка происходит потому, что люди думают, что за границей существуют какие-то райские возможности, и будет там лучше жить. Но на самом деле, как объяснил Владимир Владимирович, не существует такого места, и лучше начинать продолжать свою деятельность в Российской Федерации. После беседы Гутенев вновь отправился на экскурсию по политеху. И если в прошлый раз федеральному гостю презентовали кафедру ветроэнергетики и лабораторию Митсубиши Электрик, то на этот раз эксперту продемонстрировали возможности энергетического факультета. На базе Энергофака 10 октября этого года открылась лаборатория Элегран. Здесь готовят специалистов конкретно для компаний, занимающихся электротехнической продукцией. Предприятие, в свою очередь, оснащает факультет необходимым оборудованием. Обучение в лаборатории начинается с третьего курса, когда студенты получат определенные навыки в области электротехники. Мы готовим, по сути дела, специалистов под конкретные предприятия. Хорошо, что придя на производство, они уже сразу смогут приступить к работе. То есть не требует подготовки к переобучению. Рассказали и показали Владимиру Гутеневу особенности работы регионального технологического центра промышленного интернета в машиностроении. Центр функционирует на базе университета с ноября 2017 года. Здесь, в отличие от лаборатории Легран, ребята начинают пробовать себя, еще будучи первокурсниками. Центр представляет собой станкостроительный кластер ДМГ МОРИ и несколько научно-исследовательских лабораторий. Центр предназначен для выполнения трех основных функций. Первая, безусловно, подготовка студентов. В первую очередь, машиностроительного факультета, а также факультета информационных систем и технологий. Вторая, это научно-исследовательская работа в соответствии с планом наших аспирантов. В Центр также приходят повышать квалификацию сотрудники машиностроительных предприятий. Это третья основная функция учебного подразделения. Принат Алиулова, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. В 2020 году в Ульяновской области ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. По информации Министерства промышленности и транспорта, проведена вся подготовительная работа. И уже с 25 декабря начнется выдача электронных карт для бесплатного проезда. Льготой смогут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, солдаты последнего военного призыва, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узеньки фашизма и их сопровождающие. Бесплатный проезд планируется вести на городском, пригородном и межмуниципальном пассажирском транспорте. В Ульяновске открылась модельная муниципальная библиотека – учреждение нового поколения. В заявочной кампании национального проекта «Культура» приняли участие библиотеки из 89 регионов Российской Федерации. 134 модельной библиотеки из 44 субъектов были признаны победителями и появятся на библиотечной карте уже в этом году. Библиотеке номер 18, которая находится в Дальнем Засвияжье Ульяновска, выпала честь стать первой модельной библиотекой города. Учреждение попало в число победителей дополнительного конкурсного отбора национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Первому читательский билет вручили губернатору Сергею Морозову. От всей души хочу поздравить с замечательным праздником, с замечательным юбилеем 45-летней библиотечной системы города Ульяновска, всех вас, представителей средств массовой информации, всех тех, кто хоть раз заходил в библиотеку или которые мечтают прийти в библиотеку. Сейчас пространство библиотеки номер 18 полностью модернизировано. В нем соединяются традиции классической библиотеки и цифровые новшества. Все это стало возможно благодаря выделенным из федерального бюджета субсидиям в размере 5 миллионов рублей, а также дополнительного финансирования из муниципального бюджета в размере 1 миллиона 250 тысяч рублей. В результате значительно изменена инфраструктура библиотечного обслуживания. Приобретены современная мебель, компьютерное библиотечное оборудование, офисная техника, фонд пополнен новой литературой. Это все позволяет реализовать новые услуги. В библиотеке появилось новых 10 интерактивных зон и 10 новых услуг. Вы можете познакомиться с интерактивным киоском «Финансовая грамотность», где можно и малышам, и взрослым пройти тестирование на финансовую грамотность и приобрести навыки. Вы можете посещать курсы повышения компьютерной грамотности как для детей, так и для взрослых. Вы можете здесь работать в аудиостудии, записав песню или аудиофайл любого текста. Но это еще не все услуги. Теперь дети дошкольного возраста смогут посетить школу умного чтения и развить навыки смыслового чтения, а также различные методики запоминания текста. Для молодежи организована современная школа видеоблогеров. Есть PlayStation. Еще одна новинка библиотеки – интерактивный «Глобус». Он поможет юным посетителям узнать больше о животных и странах мира. В библиотеке даже есть свой издательский комплекс. Он предполагает создание дизайна проекта, предпечатанную подготовку, брошюровочно-переплетный процесс и ламинирование. После модернизации читатели получили бесплатный доступ к лучшим и качественным электронным и цифровым ресурсам, в том числе к Национальной электронной библиотеке. Для посетителей Центра активного долголетия это новые возможности, потому что у нас огромное количество заявок на обучение грамотности, скажем так, телефонной, обучением работы на смартфонах. И мы это делали своими силами здесь. А возможности обучить компьютерной грамотности здесь не было. Теперь и эти возможности у нас есть. И дети, и молодежь, и серебряное поколение получают для себя новые технологии, новые возможности и новые, по большому счету, сервисы. Аналогичная библиотека нового типа открылась на нижней террасе на базе библиотеки номер 12. Всего в этом году в регионе было открыто шесть модельных библиотек. В 2020 году планируют модернизировать еще несколько библиотек, среди которых будет Центральная городская имени Гончарова и две детские в Димитровграде и Сингелеи. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Осенью этого года были успешно пройдены все технические испытания автобуса СИМА с работающим на газовом топливе. Новая модель автобуса будет производиться на базе шасси, которая также собирается в Ульяновске на мощностях ИСУЗУРУС. Симбирский автобусный завод разрабатывает новые модификации СИМАС и успешно реализует их от Владивостока до Москвы. Сегодня выпущено уже около 200 машин в дизельной комплектации. Интерес к новой отечественной марке растет. Мы сейчас, получается, два года занимаемся реализацией наших автобусов Симбирского автобусного завода, бренд СИМАС. Автобусы на шасси японскими СУЗУ. И если первый год мы делали автобусы с дизельным вариантом двигателя, то сейчас мы запустили автобусы на газомоторном топливе. Это метан. Использование природного газа в качестве топлива позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. И, кроме того, получить экономический эффект из-за разницы в стоимости топлива. У новой модели автобуса предусмотрено 32 варианта планировки салона, а также модификация с задней низкопольной площадкой для маломобильных категорий граждан. Ульяновские пассажиры на подобных машинах уже ездят. Автотранспортным предприятием номер один в августе 2019 года закуплено 22 автобуса среднего класса. Из них 11 автобусов в городском исполнении. В комплектации «Доступная среда». За год машины себя неплохо показали, поэтому их охотно берут и частные перевозчики. Управление очень удобен. Мягкий, маневренный. Двигатель дизельный, хорошо тащит. Сбоев не было. Я работаю не очень давно, но за это время ни одному сбою не было. По топливу расход, как положено в инструкции написано. Столом просторный, вместительный. Народ не жалуется, с удовольствием садится. В Министерстве промышленности и транспорта заявляют, что по итогам 2019 года автобусный парк, задействованный на обслуживание маршрутов областного центра, обновился на 111 автобусов. Кстати, Семазы уже колесят во Владивостоке, Томске, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве и других городах нашей необъятной родины. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. На учете по онкологии стоят порядка 1800 жителей Верхней и Нижней террас Ульяновска. Всем им нужна качественная и доступная помощь. Желательно, чтобы недалеко от дома. Теперь такая возможность есть. Ездить на сеансы химиотерапии в областной онкологический диспансер на постоянной основе не придется. Достаточно получить с медучреждений справку, рекомендации врача и лечиться рядом с домом. Это касается жителей Верхней и Нижней террас Ульяновска. В Центральной городской больнице в полную мощь заработал дневной стационар онкологического профиля на 10 коек. Это в рамках национального проекта по одной из направлений доказания онкологической помощи населению. В следующем году планируется на 12 коек, то есть, скажем, на разверную деятельность. Чуть больше будет, то есть, оказание помощи для пациентов. Стационар работает на базе поликлинического отделения. Состоит из двух кабинетов – приемного врача и процедурного кабинета. За состоянием пациентов следят два специалиста. Сам курс химиотерапии проводится различными способами введения цитостатиков и может длиться от нескольких минут до шести часов. Тактика лечения подбирается специалистам в каждом случае индивидуально. Мы проводим палеотивную помощь, мы проводим химию, мы лечим химиотерапевтическими препаратами. У нас множество схем по лечению онкологических заболеваний. Также мы оказываем помощь симптоматического плана. Ежемесячному онкодиспансере больницы в среднем помощь получают 60 человек. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Новости Улправды ТВ. Спор для пожилых людей – верный способ долгое время поддерживать организм в тонусе. Пенсионеры не только активно проводят свободное время, но и общаются друг с другом. Какими видами спорта занимаются ульянские представители серебряного возраста, узнавали мои коллеги. Выход на пенсию – не повод сидеть дома. Так считают ульянские пенсионеры. Свободное время они проводят с пользой для души и тела, укрепляют мышцы и суставы, общаются и заводят друзей. Благодаря программе «Активное долголетие» в рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» сразу несколько физкультурно-оздоровительных центров выделили площадки для занятий спортом абсолютно бесплатно. Эта работа заключается в предоставлении социальных часов лицам пожилого поколения. В эти часы люди могут прийти и позаниматься оздоровительной гимнастикой, плаванием и скандинавской ходьбой. Всем им уже больше 50, но их активности могут позавидовать даже молодежь. Под чутким руководством тренера представители серебряного возраста делают зарядку, суставную гимнастику, силовые упражнения. В Фоке Орион в Новом Городе места хватает всем. Я всегда занималась не спортом, а физкультурой со студенческих лет. И поэтому могу сказать, что такие занятия, именно те занятия, которые проводятся в этом зале нашим инструктором Наталье Николаевне, это очень эффективно, потому что здесь сочетаются элементы йоги, элементы фитнеса, силовой нагрузки и элементы того, чтобы развить и упрощить долговременную память. Кроме занятий в спортивном зале, участники могут посещать бассейн. Это еще одна возможность бороться с возрастными недугами. Но спорт – это еще не все. Главное для людей – общение. Занятия – это закалка, забота о собственном здоровье, что является главным для человека уже в нашем возрасте. То есть ответственность за свое здоровье является примером для детей и внуков в их воспитании. Ну и естественно общение, потому что нас очень много, мы укрепляем здоровье в дружной компании. На бесплатные занятия спортом приглашают всех пожилых людей города. Занятия с группами активного долголетия организованы в спорткомплексах «Фаворит», «Орион», «Новое поколение», на стадионах «Волга» и «Симбирск» в спортивной школе «Юность». Начать заниматься спортом на пенсии легко, было бы желание. Анна Тищенко, Новости, Уллправда ТВ. Свидетелями классического батла стали ульяновские меломаны в минувшие выходные. Бетховен против Брамса. Кто круче и понятнее, решили проверить на публике ульяновский симфонический оркестр и гости из Сатарстана. Смотрим, что из этого вышло. В преддверии крупной юбилейной даты, 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена, в Большом зале Ленинского мемориала решили противопоставить автору сурка «Лунной сонаты» и «Эгмонта» произведение «Брабса». Получилась битва титанов в исполнении ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» и лауреата российских и международных конкурсов Нателлы Чухели. Не самая простая для восприятия неподготовленного слушателя музыка в ее исполнении становится понятной и доступной. Я всего лишь проводник, и я считаю, что у любого человека, неважно с музыкальным образованием или без, есть слух, есть понимание музыки, и моя задача – это донести и до профессионалов, и до простого слушателя. Молодая пианистка из соседнего региона Нателла в следующем году заканчивает Казанскую государственную консерваторию. Девушка уже известна серьезным подходом к исполняемым произведениям. И глубиной погружения публики в мир сложной, не всегда с первого раза понятной, но всегда серьезной музыки. Почему бы не взять то, что не играют другие? Потому что очень много, к сожалению, произведений затеряно сейчас, вот за именно попсой классической. Если люди не знают произведения, нужно представить его именно в том виде, в котором композитор хотел и замышлял его. Произведения, которые на слуху, очень быстро замыливаются. Для меня нет ничего дороже того, что люди после концерта выходят с каким-то другими мыслями. О жизни, о музыке. Вот это самое главное. Есть ли у Нателлы, что называется, настольные ноты, или лучшая музыка для нее – это все-таки тишина? Насчет тишины согласна, потому что в консерватории на четырех этажах постоянно играют какие-то инструменты, поют вокалисты. И к концу дня голова болит, и устаешь. К сожалению, такого произведения, к которому я бы возвращалась каждый год, нет. Есть соль диссминорная прелюдия. Рахманинова, оп. 32. Да, я ее часто играю. Я могу на ней разыгрываться. Когда я пробую рояль, я всегда играю ее. Есть такой момент. А что касается дома отдыхать от музыки, музыкант, у него отдыха от музыки понятия нет. Потому что это наша жизнь, это как воздух. Ярослав Щедров, Сергей Ямин. Специально для новости Уллправда ТВ. 17 декабря в Ульяновской области ожидается теплая погода, возможен снег. Температура воздуха днем составит 1 градус тепла, ветер 5-8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням 18.30, 20.30, 22.30. А также на информационном портале управда.ру 18.50. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке? Или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет. Для всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова